Мне сказали в комментах, что вот это все, что я видел, это не Иван-чай, потому что для него рано. Но вот этот-то вот точно Иван-чай, смотрите, какой шмель летает, здоровый, около него. Жужжит, блин, везде лезет, а толк-то того, что он лезет. Есть интересно толк, то, что он лезет? Есть. Иван-чаи растят, значит, есть толк. Вот Иван-чай обычный, то есть он вот такой, да? Обычный Иван-чай. А белый, он вот такой, да? А вот тот, который еще ни одного цвета не приобрел. Не знаю, каким он еще будет. Фыр, в общем. Вот она, простика, да? Тростика, да? Линия электропередач. И по первой, нахрен, по ней. Прям по ней пойдем. День теплый. Оболонь с собой. Озон 671 Геймс хороший человек. Что бы ни говорили, там вот выебываются на Озон и говорят, что он там терпила. Хи-хи-хи-ерпила, нет. Нет, а Озон 671 Геймс человек хороший. Это точно. Просто когда попадаешь в эту компанию, всякое может произойти. И так, наверное, скажем, происходило. Вот Серега, вот это что у Озона этого, как бы, да, боксером вы называете, да, вот эти вот. Вот Серега, он вообще молодец, да. Он сказал, что в определенных ситуациях, боксеров-то учат, в определенных ситуациях ты терпила, да. Каждый из нас терпила в определенных ситуациях. И это нормально. Да. А вот эти вот не поймут, которые фанаты вожилинка, которые не складывали, не это самое, с агрессией еще не сталкивались, а у них такие вот проблемы, да, то есть они это понять не могут. Но это со временем поймут, когда начальник будет унижать, что он выполнил план, да, то есть фанат вожилинка придет на работу, да, а ему скажут, а вот что ты план не выполнил, ты, чтобы премию получить, ты вот ёршик тебе, вот бери ёршик, скажут, да, ёршик бери, давай дарай, толчок, и тогда ты получишь премию, а если пытаешься, что у тебя в договоре нет, то все, не, а тебе скажут, ты это самое там не выполнил, норму свою, не наштамповал, детали-то, нифига, дебилует, блядь, фанат вожилинка, вот, и все, и капут себе, фанат вожилинка, будешь тоже терпилой, но от начальника это еще хуже, чем от какого-то там хрена левого, да, и это вообще пиздец, терпилой быть от начальника, не рекомендую такое, вот, видите, вот эти цветы такие, да, они везде, скорее всего, это и есть то, что я говорю, Иван-чай, вот, да, и точно он, вот теперь это точно он, я же говорил, до ручья остался недалеко, не знаю, сможем там засесть или нет, но в общем-то я хочу рассказать, продолжить про то, что терпило, и Серега Боксер сказал, что все мы немного терпило, да, в этой стране, да, вот, это и правда, то есть каждый из нас попадает в ситуацию, когда он терпило, да, не знаю, в классе иногда это худшее, что может быть еще где-то, попадает, и в азор, что мозг, он должен уходить, то есть если с работы, то увольняться, и все такое, что багрессию не провоцировать, хер бы с ней, да, то есть с идиотами работать, все хуже все равно, ты все равно с ними не сможешь нормально работать, да, вот, вонапору, что я в центре показываю, и вот это, она 84-го года, а вот эти вот ржавые, что сбоку, вот эти, да, на которых уже половины нет, то есть, да, несущей там, надежности, из которых половина продов снята, они 60-х годов, да, и видите, какой прогресс, 20 лет, и уже опоры стали оцинкованными, не стали их денег жалеть, раньше как-то жалели, получается, а потом перестали, подумали, что это дурь, ну, и правильно, как бы, так они ржавые, как бы, кажутся, да, но надежные, а так они оцинкованные, хер их знает, может, не внутри такие же ненадежные, но, сверху они хорошо выглядят, вот, вот, ну, а красить опоры, это дурь полнейшая, хотя на окло шоссе, там, где я живу, там окло шоссе, красит опоры, красит, и новые крашенные заменяют, то есть, да, вот, вот такие вот заменяют на просто, какие-то там столбы, которые из труб сделаны, и их просто на, это самое, да, на тросы привязываю, сразу в сторон, чтобы они не упали, и все, это типа опоры, линии электропередач, но это вообще анекдот, это я понять не могу, вот, видите, что там, видите, что там, тут уже безжизненное достаточно место такое, мне кажется, достаточно опасно по ним ходить, безжизненное уже достаточно места, да, то кроме того, что трещат, линии электропередач, ничего не происходит, а вот в тех местах, да, как бы, шевеление какое-то есть еще, но тут уже нету, тоже 84 год, вот эта опора, видите, она наполняет оцинкованная, это половина хуёвая, да, все равно, 84 год, вот, ходила последний раз тут один год назад, не помню, говорил ли я это или нет, я еще скажу, на всякий случай, но тут часто не требуется ходить, незачем, тут ничего не меняется годами просто, возможно даже десятилетиями, с этих новых опор ничего не поменялось, тащим-то, кроме небольшой вырубки лес, которая произошла, вон там вырубка леса произошла, вот, что он был чем-то поражен, поражен и все, и с тех пор ничего, невнятной дороги, ничего, с тех пор тут так и не появилось, и вот он, наконец, да-да, не удивляйтесь, ручей миллионера, с электрички, вот он, офигели вы уже, да, конечно, давно его не видали, если вообще смотрели, не знаю, 10 человек меня смотрит, на самом деле, сколько там подписчиков, 54, смотрят, 10 человек, это нормально, вот кто-то там, штаны скинул свои, кофту кинул, штаны кинул, пошел, и не перенул, и не вернулся, бывает, я знаю, что произошло, но в нашей жизни много чего может произойти, что штаны кинешь, кофту кинешь, да, и не вернешься, бывает, бывает, без всяких проблем, и это наша реальность, мало что может произойти, может, их подсушиться кинул, а потом подумал, нахер мне за ними приходить, может, и еще зачем кинул, да, то есть, перешел, перешел, такой, блядь, песок наступил, дебил, вот дебилой, ты скажете, да, ладунитос, блядь, вот, носок взял, вот я носок взял, носок, да, и песоком наступил, пиздец, блядь, носок из кепли, пиздец, да, так, штаны закатать, блин, штаны узкие, да, джинсы ваши, челочные, да, говноедские, хуй, хуй закатаешь, ну, хоть как-то можешь закатать, да, хоть как-то, да, челочные, блядь, челочные, челочные, да, пизда, блядь, сука, че тут раскопано, такой вид, такой, вот, кто-то тут ползает, да, вот, раскопано, видите, сейчас я подойду, вот тут на велосипеде съезжал, на чем-то еще, а дальше, видите, тут раскопано подну уже, какие-то дорожки мелкие, может, пиявки ползают, ай, ай, теперь видите, водорослей пока нету, то есть, в ту сторону, может, далеко пройти, вон, в ту, где мост, да, по краю, можно офигеть, куда пройти, но это кайфа не доставит, потому что это холодно очень, да, и в ту сторону, может, тоже пройти, по течению, блядь, замораживает прям вообще, так что я постараюсь перейти побыстрее, тут вообще 4 градуса, наверное, вообще не 3, 3, 2, 1, блядь, пиздец, минус 1 тут, наверное, тут невозможно, во-первых, ил этот вонючий, блядь, ил вонючий, и градусов, я офигеваю просто, градусов, наверное, в этой воде, наверное, вообще 3, тут ручей холодного течения, такого, жесткого, охереваешь просто, хочешь свалиться и свалишься, то в тот же ручей и свалишься, да, вот, вот, хер его знает, короче, фур, фур, блядь, сука, змея, тварь, пока на этом сидим, свалочка какая, змея, блядь, хуй, соси, блядь, у нее, змея, блядь, я тебе дам, творище, блядь, ползучее, тут ладите, но не давитый змея, но и хуй с ним все равно, все равно змея, пиздец, а я змея, не любил его, блядь, змея, не любил его, они такие, шумят еще, но они на людей не охотятся, как правило, на черные штуки охотятся, да, но все равно, их как-то поставили до двух нахуй, змеи этих, то есть он туда поползла, к ручью, вот сюда, вот видите, где деревья, да, отсюда, от опора, она вот сюда пошла, то есть я тоже не пойду, но там холодно, я туда и так бы не пошел, я лапу помою еще разок, я уже лапу мыл, а знаете где, в этом туризме, да, у меня водохранилище в реке, вот холодном ручье я их не мыл, ладно, я пойду сюда, вот тут змея на этом берегу, ел, жуткий, жуткий просто ел, нет, жуткий ел я не хочу, я хочу по песку ходить, тут явно видно на одно, видите, на дне видите, вот это, вот такое, что по центру, это нормально, а там где листья лежат, там жуткий ел, да, и вот там соответственно тоже, вот где чуть не песок, да, песок кончается, там сразу глубина, то есть песка еще 20, 10 сантиметров или 20, и это неприятно, вот, ладно, промочили лапы, спугнули змею, кто кого боится больше, я не знаю, змея, наверное, меня больше боится, это не уж, конечно, да, такая серая штуковина, есть уж, да, есть гадюк, гадюк тварь погадный, а есть такая серая штуковина, да, серая штуковина такая, она не ядовитая, то есть, но, но при этом все она змея, и кусает, да, неприятно, уж-то не кусает, а серая эта хрень, она кусает, да, но она не гадюка, она без яда, то есть, они нет ядовитых зубов, вот, так что такое, ладно, вырезаю отсюда, а то мне не прикольно, эта змея, и ты, тьфу на нее, блядь, можно, кто-то прокусил, уже кто-то умер, то есть, одежду снял, и сбежал от этого, да, хрен знает, ладно, ну, сучка, блядь, змея меня спугнула, вон она там сидит, да, под той опорой, где-то вот тут внизу, да, вот отсюда, вот, под, прям под той опорой сидит, вот, под этой, да, ну, ладно, по том берегу не походим, фиг с нему, потому что я против, чтобы какая-то змея меня кусала, да, даже в теории, да, мне такое не надо, чтобы меня кусали, так что, давайте, кепку нахлобучим, так, это сделано, куртку, натянем, возьмем баллонь, пойдем дальше, блин, на руку неудобно, конечно, но ничего, сойдет, для такой местности сойдет, сейчас, еще второй руку освободил, вот, every nice, good nice, вот, мы перейдем на ту сторону по-другому, по-другому, другим способом, там мостик есть, я не уже ходил, он только прикольный, красивый, прикольный, вот тут обзор, можно записать, в рубрику без комментариев, можно записывать, рубрику, как бы, такую, да, и зимой ее выкладывать, и будет смотреть, теперь мне любые ветки, которые швыршатся, они пугают, вот, вот, дорога впереди, видите, она завалена дровами, просто, там дерево, на дереве лежит, то есть, деревья в три, упали, то есть, она вообще закрыта, никто ее не расчищает, значит, там, ну и нахрен, да, вот, и мы к, к этому, да, к мостику, я его еще помню, целым он был таким, да, то есть, он был с перилами, совсем, то есть, да, он не на веревке был, даже целый прям мостик, совсем был, да, такой, все было, да, у него и перила, и все железное, все четкое, вообще, конечно, ни хера нету, он только и делает, что, ну, развалился и остановит вот эта хрень, да, то есть, вот, видите, то есть, он все гниль останавливает, то есть, он как плотина, он, по сути, вредоносный, уже, и на нем растет, видите, какая хрень, да, тоже растения растут на песке, уже на нем песок, и чтобы ручей протекал, он, видишь, видите, обходные места ищет, такие, то есть, под ним, под мостиком, и на глубине, видите, вот глубина большая, очень, больше, не знаю, больше метра глубина, вот тут, прямо под ним, потому что сверху не протечь, и он, и обходные места намывает себе, вот так, крапивка настоящая, видите, вот, вот роза, я говорил про дикую розу, как-то, вот, дикая роза, когда растается, она вот таки цветами цветет, вот это настоящая роза, не то, что вы покупаете в палатке, жалкую херню, за 150 рублей, из Турции, а вот это вот настоящая роза, то есть, растается, и что иногда вырастает, вот, и она так живет, как и настоящая любовь, да, вот, только она не такая какая-то, да, но, приятно, такая есть, да, у меня она красная, поменьше, да, но, она такая же, да, вот, вот эта роза, вот, а то, что вы покупаете, это подделка, из сельхозмагазина, да, вот, это уже никакая не роза, вот, это мимоза, вот, так, вот, в этом лесу, как-то кончилось мое видео, про то, что можно получать много денег, дохера, да, раздобывать, сейчас прошел практически год, то есть, 9 месяцев, с того момента, и я могу сказать, что дело-то тут даже и не в деньгах, в общем-то, видите, сколько чисто тела, пиздец, дело стать счастливым, оно не в деньгах находится, а в других исчислениях, каких-то, да, невероятных, то есть, да, недоступных, по простому человеку, то есть, деньги где-то получить, это не фигня полнейшая, деньги в каждом дворе лежат, да, а вот, стать счастливым, счастливым, это работа над собой, очень серьезная, настолько серьезная работа, что вы даже не представляете, насколько она может быть серьезной, вот, то есть, это год для пристроения, то есть, для полнейшего недостатка и неудачи, а к полнейшему счастью, это даже маловато, надо больше времени, вот куда я вышел, видите, казалось бы, дорога какая-то идет в лесу, да, и хер бы с ней, но она четкая такая вообще, и идет к четкому такому загородному дому, номер 66, вот, в котором, скорее всего, живут подсобные рабочие, да, а в доме номер 66 не живет никто, даже окна закрыты, все закрыты, видите, как на железной ставне, занавешанной, и на замок закрыта, это очень странно, а подсобные рабочие живут, не знаю, может, неведенный дом депутат, как у, я не понимав, немножко, такое дело, нап where I tried, оставай, rada, all it is one thing to do,